девочки всем привет сегодня у нас будет такая супер короткая даже не собирашка просто хочу вам рассказать про вот такую вот палеточку от лавли она называется surprise me violet не хотела я снимать на нее никакого отдельного видео вот так она выглядит лавли появился бренд польский в подружки я ее на там покупала он мега бюджетный палетка это делается наверное скорее всего в китае да палетка делается китае здесь есть на обратной стороне состав теней если кто-то этим интересуется момент открытия год они срок годности год вот девочки описание какое на палеточки 6 грамм соответственно на 9 рефилов то есть они малюсенькие таких смотрятся в общем-то обычными тенями гамма красивая да кто любит фиолетовые оттеночки того прям вот манит как у меня получилось не помню девочки сколько стоит по моему рублей до 300 рублей она такая своеобразная вот я сегодня когда красилась первая половина макияжа у меня прошла в каком-то отрицании я хотела и сейчас вот пойти снимать ее разругать пух и прах сказать вам девочки не вздумайте никто тратить свои деньги на эту ерунду но вот знаете когда уже стало все к концу подходить я передумала решила все таки вот сделать такой обзор да я знаю что принято делать краситься попутно этой палеткой и все рассказывать девочки ну вот вышло сегодня немножко по-другому поэтому просто вот перескажу вам вы уже много раз видели процесс макияжа как у меня происходит в принципе ничего нового если есть желание давайте мы с вами собирашку сделаем какую-нибудь другую палетку а эту мы с вами сейчас просто так посмотрим я вам расскажу впечатление так что касается матовых они сыпучие пигментированные яркие и лучше их лучше их стряхивать немножко кистью так тук тук делать осыпание не такие сильные допустим как были вот у ламель недавно я показывала палеточки ламель там прям они еще и липкие были здесь нет чуть-чуть смахнул прям мизер который осыпался и все нормально единственно вам могут поразить немножко так называемые шиммеры вот то что у меня произошло какой-то эффект отторжения объясню сейчас девочки в чем здесь дело они не такие бомбически яркие как мы привыкли вот например нас вот сюда смотришь розовый металл однако на глазах его нет ну и не будет я делала пальцем здесь вот этот розовый у меня в центре глаза сбоку вот тут мы прям вам видно здесь вот этот фиолетовый и он да делает своеобразный перелив украшая макияж вот так выглядит фиолетовый смотрите красивые какие сводчи немного них вот этого не будет такой красоты не будет даже если я сейчас начну на руку переносить и вы увидите что уже появляется некоторая блеклость но вот относительно того что на пальцах на вот сочи ну примерно то же самое на глазах вот получается как раз эти два шиммера у меня сегодня использована внизу у меня вот этот матовый который даут он суп очень но он он на яркий и даже когда вот просто на палец набираешь видно эту крошливость он внизу и в общем то им храм можно затемнять неплохо получается процесс макияжа сам занимает не очень много времени поэтому можно еще эту палетку если девочки вам кажется что это слишком барби вот такой вариант можно эти цвета сочетать например взять какую-нибудь коричневую палетку по типу вот таких да и с такими коричневыми сочетается мне кажется любой цвет хоть вот хоть какой не возьми еще здесь есть шиммер вот такие два да давайте их посмотрим раз даже не два а три еще такой что касается девочки сбилась недостаточной его это недостаточной какой-то кремовости да вот вы сейчас есть определенные стандарты в палетках и все правила и все привыкли и хотят вот прям на палец засунул здесь такой масляный жирный провелся разнеслось здесь этого нет но в этом тоже есть определенный минус совсем кремовые жирные такие тени они часто скатываются вот у меня например скатываются хотя на мне практически ничего не скатывается тоже своеобразный такой это то ли плюс то ли минус конечно пальцем трогать приятнее да вот так как как сливочное масло тени например вот вот пример тому color pop тоже хотел сегодня вам про него немножко рассказать приятно трогать невозможно но эффект на глазах может быть обратный поэтому не совсем нужно может быть чтобы были такие они масляные розовые вот этот начинала я с него макияж и вот с этих двух матовых и еще один бледно-розовый вот этот он у меня в уголке глаза его видно он неплохо сияет хорошо он переносится даже смотрите как он на палец набрался как-то лишним раз два три вот девочки перед вами вся палетка вот так она выглядит вот ее сочи вас вас не смущают такие вот какие-то ярко розовые цвета то девочки можно взять и попробовать за 300 рублей мне кажется вполне себе неплохо это палетка отрабатывает свои деньги которых она стоит вот розовый красиво немножко в белую хоть как хайлайтер этот который в уголке глаза вот девочки немножко металлик такой бело-розовый получается оттенок в итоге я изменила свое мнение концу макияжа и решила что я бы может быть даже и пользовалась бы с удовольствием с хотя сначала думаю что нет нам руки не будут тянуться к ней но теперь вот думаю по-другому и напоследок девочки хочу вам рассказать вот проект хайлайтер сегодня раз показала его мне я вчера показывала видео project pen и там рассказала вот проект хайлайтер что он у меня лежит как-то без движения и и я им не пользуюсь одна девушка написала мне что для такого чтобы подружиться с этим хайлайтером колор поп такая знаете формула вот про которая говорила как сливочное масло такой хайлайтер она не написала что им надо пользоваться как она подружилась применила вот такой кисть из козы фикс прайс она продается у нас ну коза это довольно такая грубая шерсть да она она даже более грубая чем синтетика и вот именно этой кистью будет я подружилась этим хайлайтером девочки я сегодня попробовал и вот видите какой результат мне так понравилось я думаю господи наконец-то найден способ как как можно общаться с таким вот средством и как его истратить то что на самом деле вот он он очень приятный мне его жалко если бы он засох там или что-то такая формула интересная и руками вот пальцем никак не получалось так идеально и красиво сделать да что было вот какое-то такое свечение натуральное какие-то то пятна тут больше там меньше то есть вот начинаешь чуть поднажмешь сдвигаешь там либо румянули ну в общем девочки это не то все а кисть она как-то вот умудряется так сделать ровное нанесение и отшлифовать от полировать вот получается просто супер довольная девочки спасибо вам за ваши рекомендации я вам очень благодарна много мне поступало таких дельных советов вот все мои навыки умения состоялись в принципе тоже не без вашего участия много советов много рекомендаций я их стараюсь запоминать и применять поэтому спасибо вам большое пишите не стесняйтесь ваши какие-то лайфхаки ваши умения старания наработки тоже то что это все девочки это вот макияж это наработка годами нарабатывается это кажется допустим кому-то ой занимается ерундой да чего там села до намалевала нет это тоже своего рода искусство определенная девочки кто вот любит макияж и тот понимает о чем разговор надеюсь вы меня понимаете девочки я еще раз прошу прощения что вот этот такой мини обзор получился он какой-то скомканный да я понимаю что классика жанра это вот все села и красилась но у меня вообще не было идея мысли снимать эту палетку каким-то отдельным роликом выкладывать я считал что она того не заслуживает а именно вот эта идея она пришла мне сегодня во время макияжа когда я уже сделала большую половину и так сказать положительные эмоции взяли вверх решила что не буду вставлять какие-то мини обзора сделаю вот такой пусть коротенькая но отдельные видео и больше мы с не будем как говорится вот эту палетку трогать потому что я вам показала не только сочи на глазах практически большую часть сегодня использовала и вы поняли так какие будут макияж здесь примерно плюс-минус гамма 1 и сильно разные не получится поэтому ну хватит для этой палеточки внимание нашего с вами мы сегодня хватит и все буду с вами прощаться у нас наконец-то хороший погода надеюсь у вас тоже наступило лето будем наслаждаться этим краткосрочным для нас моментом в москве очень коротенькое лето и плохое в июне даже можно ходить чуть ли не в зимней одежде да такое было в начале месяца поэтому поэтому так все девчонки болталка моя закончилась на этом никак вот не остановлю этот процесс говорильной пока пока вам хорошего дня хорошей недели и всего хорошего